14 октября Русская Православная Церковь отмечает первопрестольный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Для копейского прихода это особое событие. Во-первых, храм назван в честь этого праздника. А во-вторых, в воскресной школе, которая является его структурным подразделением, начинается учебный год. 12 октября прошёл первый открытый урок. Ребятам устроили экскурсию по храму и рассказали об истории праздника. «Пресвятая Богородица, спаси нас! Вот это главная икона нашего храма, да? Всегда надо, когда мы приходим в храм, прийти и поклониться этой иконе, да?» В воскресной школе в этом году исполнится 15 лет. История насчитывает десятки выпускников, многие из которых возвращаются после учёбы обратно в качестве педагогов. Стать учеником воскресной школы очень просто. Нужно прийти и записаться. Здесь рады и взрослым, и детям с 8 лет. Обучение длится 3 года. Основными предметами являются закон Божий, основы православной культуры, церковное пение, церковно-славянский язык и рукоделие для девочек. Мы разбираем Евангелие, да, священное писание. То есть это отдельным уроком идёт. Мы читаем Евангелие дня и разбираем вот то, чтобы дети знали, как это применить к реальной жизни. Традиционно занятие у нас начинается с видеоурока, где ребятам рассказывается о праздниках недели, о житиях святых, которые на этой неделе празднования идёт по церковному календарю. И смотрят мультфильмы, фильмы на православную тематику. Вся наша работа направлена на то, чтобы ребёнок именно на его внутренний мир, то есть не на развитие интеллекта, да, как вот сейчас, допустим, в школе, да, общеобразовательная, а именно на развитие внутреннего мира, то есть чтобы у ребёнка воспитывалась воля, сострадание, милосердие. Ученики воскресной школы постоянно совершают паломнические поездки по святым местам области и страны, а также знакомятся с местными храмами. Участвуют ребята и в православных выставках со своими поделками. На вырученные деньги занимаются благотворительностью. В общем, скучать им не приходится. В воскресную школу посещаю с 10 лет. Меня сюда привела Зарина Татьяна Геннадьевна, чтобы я училась молитвам, пению, благослужению. И мне это нравится. То есть здесь спокойно, уютно. После окончания воскресной школы у ребят есть возможность продолжить обучение уже во взрослой группе, которая также работает при храме Покрова Пресвятой Богородицы.